Леонид Круглов 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 Оставшись уже в Якутии, пройти Индигирку. Точнее, так называемую Индигирскую трубу, во-первых, это в принципе очень малопосещаемые места, во-вторых, там невероятно опасные пороги, на которых погибло много людей. Представьте, в каком-то месте мощнейшая река Индигирка сжимается в горлышко длиной в 10 километров между горными отрогами. И ты летишь там, словно в трубе, имея шанс в любой момент разбиться о камни и скалы, но тяжело было и дальше. Уже после Индигирки, распрощавшись с нашими попутчиками, отрядом МЧС и пойдя дальше на катамаране морского типа в сторону Чукотки, мы были предупреждены, что нас ждет самый экстремальный отрезок пути. Если бы там с нами что-то случилось, помощи мы бы не дождались, спасательный отряд добирался бы до нас и две недели и три, а вертолет не долетел бы вовсе, в пути ему. Просто негде было бы дозаправиться, собственно, и для Дежнева этот участок пути оказался самым тяжелым из семи кочей, на которых шла его экспедиция, до Чукотки добрались только два, из которых один вскоре тоже пропал. До конечной точки добрался только один коч с двадцатью людьми на борту, о китах, моржах и зверобоях и с местным населением мы общались постоянно, без него бы вообще ничего сделать не смогли. На Ямале нам помогали кочевники-немцы, на Эмиконе, местные оленеводы, на Чукотке, морзверобои, в конечном итоге мы вообще пересели на их лодки, чтобы пересечь Беринга в пролив. Зверобои же помогали нам выживать, добывать пищу, учили местным традициям охоты и рыбалки, мы даже несколько раз сами принимали участие в охоте, на моржей, на китов. В местечке Янчауну одноименного поселка находится одно из самых больших моржовых лежбищ на Чукотке. Оно с древних времен считается священным, его называют корнелицей. Там запрещено охотиться с огнестрельным оружием, да и вообще шуметь. Чукчи давно заметили, что если на каком-то лежбище стрелять и пугать зверя, через несколько лет он перестает туда приходить. А это значит, что люди погибнут от голода. Поэтому и сегодня зверобои используют древний традиционный способ охоты, подплывают к берегу на лодках, подкрадываются к краю лежбища через скалы и используют только копьи и гарпуны. Это очень опасно, моржи, животные крупные и, поднявшись, становятся выше человека, так что им ничего не стоит задавить своей массой охотника. Все это напоминало битву каких-то былиных героев с драконами, охота открыла мне глаза на многое, в том числе, на сакральность этих мест. Как историк я смог сделать предположение, почему именно в этих местах на экспедицию Дежнева напали, сюда ведь добрались уже совершенно измученные люди. Они наладили с чукчами какие-то отношения, занялись с ними торгом и вдруг те устроили настоящую резню. Члены экспедиции были вынуждены прыгать в лодки и отходить от берега, несмотря на бурю и ураган. В чем причина? Думаю, дело как раз в том, что поморы, как люди практичные, тоже начали промышлять охотой на одном из лежбищ, добывать моржовую кость, в то время стоившую диких денег. То есть, говоря современным языком, влезли на чужую территорию, чукчей Занчоуна, к слову, даже сейчас крайне негативно реагируют, когда жители соседних районов пытаются охотиться на моржи или даже просто приближаются к лежбищу. Почему? Поймите, для чукчи охота на моржа – жизненно важная необходимость. По результатам исследований, биологическое устройство местных жителей таково, что без моржового и китового мяса они просто не выживут, ведь поселки восточного побережья Чукотки очень изолированы. Туда не попадают ни фрукты, ни овощи, ни другие привычные нам продукты питания. Так что с древних времен организм чукчи заточен именно на кита, моржа и все остальное, что дает море. Это обеспечивает их необходимыми микроэлементами, поэтому и существуют по сей день международные договоренности, по которым эти люди и только они имеют право добывать определенное количество этих животных. Причем не для продажи, а исключительно для себя, о кочевниках, алкоголе и лошадинам здоровье долгое время большой проблемой местного населения был алкоголизм. С этим явлением все и сейчас, увы, непросто. Но за 10 лет, что я путешествую по нашему северу, я заметил какую-то повсеместную тенденцию. Многие, например, уэнганасаны стали понимать, что возвращение к традиционному укладу, к жизни в тундре с оленями – тяжелейший труд, который невозможно сочетать с алкоголем. Чтобы выжить здесь, нужна очень хорошая физическая форма. В конце нашего путешествия мы встретили таких людей зимой в тундре Чукотки. Это были кочующие семьи, удивительно крепкие, с лошадиным здоровьем. Представить только каждый день им нужно перемещаться в местах, где нет даже деревьев, чтобы разжечь нормальный костер, а поселки там пьют, конечно. И это крайне унылое зрелище о корнях, богах и о линиях. И сегодня, что меня поразило, со времен Дежнева образ жизни всех этих людей практически не изменился. Если бы, скажем, я захотел снять фильм о жизни североамериканских индийцев, я бы вряд ли что нашел. Сегодня все эти люди сидят в резервациях, практически полностью забыв все свои традиции. Мне же в экспедиции не приходилось делать ничего постановочного, чтобы рассказать о том, как жили люди в 17-18 веках. На русском севере, на Ямале и Чукотке, также кочуют большие стадо олени, также стоят чумы, люди охотятся теми же гарпунами, что и сотни лет назад, и также борются за выживание. На Ямале, например, до сих существуют родоплеменные отношения, для них чум – это и храм, и дом, там есть мужская территория с мужскими богами и женская – с женскими. Все обязанности строго распределены. Все потребности сведены к минимуму, но главное, что эти люди до сих пор остаются совершенно автономными. Для своего фильма, фильм «Великий северный путь» выходит на широкие экраны, это осенью я брал интервью у многих из них, и все они говорят одно – если что-то случится на большой земле, их это совершенно не затронет, потому что с древних времен они умеют делать все, что им нужно для выживания. Они не зависят ни от государства, ни от гаджетов, ни от чего, они охотятся, торгуют, разводят оленей, зарабатывают нормальные деньги. И все, о чем они просят – немного помочь им с реализацией оленины по нормальным ценам. Кстати, более экологичного мяса в мире, наверное, не существует. Субтитры создавал DimaTorzok